Этих ребят не пугает холод, сырость, снег по пояс. Практически все они принимали участие в снежных приключениях и в прошлом году. Трудности их, кажется, только притягивают. Я уже здесь три раза. То есть я три года уже хожу в туризм. Мне это очень нравится. Я жду в следующем году. Команда, получив свою карту и легенду, движется по маршруту. Каждая должна найти несколько полян, где и ждут разные испытания. Подъем по наклонному троллею с пускольжением. Получается не у всех. Типичная ошибка. Ребята неправильно пристегивают карабин. А девочкам порой элементарно не хватает сил. Давай, 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 иди, ближе к дереву, вставай. Тихо, и пошла. Это, наверное, самое сложное техническое препятствие на всех соревнованиях. И получается, тут много штрафов можно получить за глупые ошибки. Дальше лавиноопасный участок. По легенде, в снегу нужно найти пострадавшего. Действовать надо слаженно. На счету каждая секунда. Шаг. А как он? А, да здесь нету. Шаг. По-моему, он. Показывай. Роль пострадавшего играл обычный мешок с фетошью. Но впереди новое задание. И здесь нужно оказать помощь реальному человеку. Одному из членов команды. У него условно переломы ног и обморожение пальцев одной руки. Одни оказывают помощь пострадавшему. Другие готовят средства транспортировки. Пока одни оказывают помощь, другие быстро отвечают теорию по медицине. И пора транспортировать страдальца дальше. Следующий этап взят из соревнований профессиональных спасателей. Пострадавшего нужно поднять на высоту чуть больше 20 метров, а затем спустить. Для детей этот этап самый сложный. Нужно пересилить себя, шагнуть за карниз. Это самое важное. Когда на тебе сидит пострадавший, и ты понимаешь, что ты не за себя отвечаешь. Шагнуть за карниз – это многого стоит. И дети делают это. Преодоление себя, взаимовыручка, бесценный опыт. Для ребят очень важны соревнования по выживанию в зимнем лесу. Те, кто справится с собой, в дальнейшем повседневной жизни не мешкая придут на помощь другому. Туристский клуб МЧС Тольменко занимается по программе «Юный спасатель». Недаром его руководителю Сергею Клибину пришла идея организовать эти снежные приключения. Теперь они открывают туристский сезон в районе. А в будущем, возможно, обретут статус областных соревнований. Это абсолютно походные соревнования. Здесь все по-настоящему. Все ситуации взяты из походной жизни. И даже по ходу соревнований случается только то, что может быть в походах. Это маршрут. Поэтому это очень важные соревнования. Немного времени на перекус и новые приключения. Ребятам еще предстоит разводить костры на время, готовить простой обед, построить временное укрытие типа иглу изо льда или снега. У нас очень хорошее настроение. Мы, наверное, сколько раз уже, где-то два раза заблудились, но потом мы все равно собрались духом, пришли сюда. Прошли уже несколько этапов. Осталось совсем чуть-чуть, но мы идем дальше. Насыщенный испытаниями день подошел к концу. Лидерами снежных приключений стала команда «Дельта» из поселка Гролес. На втором месте младшая команда Тольменки. На третьем – Леневский Салаир.